Уфа готова к приему высоких гостей. В сентябре в столице Башкирии пройдет третий форум малого бизнеса стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Форум стал ежегодной постоянно действующей площадкой для обмена международным опытом. Первая такая встреча состоялась в октябре 2015 года. Тогда речь шла о конкретных мерах поддержки российского малого бизнеса. В рамках второго обсуждался вопрос повышения доступности финансирования государственных программ. О темах этого года и работе Союза, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан мы поговорим с ее президентом Азатом Фазлыевым. Азат Мадарисович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема форума 2017. Конечно же, мне кажется, это главное, что сегодня нужно спросить у вас, поэтому позвольте, начну именно с этого. Уникальность нашей площадки заключается в том, что мы вот эту тему экономической интеграции рассматриваем в разрезе регионов стран Шосс и БРИКС. То есть мы говорим именно о межрегиональном сотрудничестве, о сотрудничестве между бизнесом, малым бизнесом этих стран. И, собственно говоря, вот это отличает нашу площадку от всех других. Мы в ходе первых двух форумов увидели, что есть очень многое между бизнесом предпринимателей из субъектов Российской Федерации, из провинции Китая, из штатов Индии и Бразилии, из Акиматов Казахстана. И, собственно говоря, вот обмен лучшими практиками, при этом изучение передового, я считаю, опыта Российской Федерации, потому что нас поддерживает ведущий Институт развития нашей страны, это и корпорация МСП, разумеется, это и ОСИ, и Российский экспортный центр, который сегодня активно начинает тему продвижения экспортеров из числа малосреднего бизнеса. Поэтому все они будут представлены на нашей площадке, и я надеюсь, что будет профессиональный, конкретный и очень полезный разговор для бизнеса наших стран. На сайте форума сказано, что международная кооперация в сфере поддержки малого и среднего бизнеса особенно актуальна в сегодняшних условиях экономической нестабильности. А эти слова можно подкрепить достигнутыми договоренностями последних лет, если мы говорим о форуме? Ну, на самом деле, как раз специфика проектов делового совета ШОС заключается в том, что мы здесь рассматриваем несколько двухсторонние проекты, для этого есть межправкомиссии, есть деловые советы, которые тоже курируются в ТПП РФ. Мы рассматриваем многосторонние проекты, когда задействованы интересы двух, трех, четырех государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы увидели, что на самом деле есть общие проблемы в плоскости взаимодействия между бизнесом и властью. Именно на субъектовом уровне, на уровне региона, бизнес больше всего и сталкивается с властью. Это и административные барьеры, это и всевозможные разрешительные, контрольные, надзорные мероприятия. Это не уровень федеральной власти, это уровень региональной и муниципальной власти. И от того, как будет выстроено это взаимодействие, на самом деле, и зависит развитие целого и региона. И вот понимание вот этого, опять-таки обмен опытом, конкретные проекты, которые сегодня мы стали сопровождать, с учетом тех рисков, которые сегодня существуют в международной деятельности, вот этот зонтик, в хорошем смысле слова, делового совета ШОС, он, конечно, дает уверенность предпринимателям наших стран в взаимных сделках и проектах. В 2019 году Башкирия будет отмечать крупный юбилей, 100 лет со дня образования. И к этому знаменательному событию, я знаю, что торгово-промышленная палата Башкирия подготовила 100 инвестпроектов. О чем идет речь? О каких проектах? И кто будет в этом участвовать? Ну, совершенно верно. Подписан указ президента России Владимира Владимировича Путяна о праздновании столетия создания нашей республики. Мы были первая автономная республика в составе России, которая подписала соглашение с советской властью. Республика к этому мероприятию реализует проект 100 социальных объектов. А мы вышли из предпринимательской инициативы, я глава республики ее поддержал, реализации 100 бизнес-проектов. То есть это проекты, которые будут реализованы за счет частных инвестиций. На сегодняшний момент мы набрали уже половину. Это проекты в основном в сфере промышленности и сельского хозяйства. Это проекты, которые предполагают завершение в течение этих двух лет. На сегодняшний день общая сумма инвестиций приближается к 30 миллиардам рублей и планируется создание около 6 тысяч рабочих мест. А суть нашей работы заключается в том, что мы осуществляем такое, я бы сказал, ручное, может быть, сопровождение этих проектов. Не секрет, что иногда начавшиеся инвестиционные проекты по разным причинам не реализуются. Мы внимательно проанализировали, что является причиной этого и установили, что это и административные барьеры, это и, опять же, доступ к техническим подключениям, это и вопросы финансирования. И мы привлекли всех тех участников, кто, грубо говоря, мешает этому процессу, в качестве партнеров к этой нашей акции. И сегодня мы достаточно активно сопровождаем эти проекты. Есть уже реальные истории, когда бизнес с нашей помощью уже решил многие свои проблемы. И мы открыли совершенно новую грань взаимодействия. Это взаимодействие со СМИ. Сегодня есть история успеха. Журналисты очень любят освещать успешные практики. И на самом деле это правильный подход, потому что мы, в том числе и потребителям, показываем историю создания компании, создания продукта с тем, чтобы потом, когда наступит фаза реализации, фаза эксплуатации, этот продукт успешно продвигался. То есть, собственно говоря, задача бизнеса не только построить проект, а чтобы он окупался, чтобы он был эффективен. И в этом плане мы также позитивно влияем на жизнь данного проекта в будущем. Эксперты говорят, что нефть определяет судьбу России. И Республика Башкирия здесь занимает далеко не последнее место. Ваш прогноз, что нам ждать от завтрашнего дня? Ну, я думаю, что и завтра, и послезавтра нефть так и будет определять в ближайшее будущее. Буквально на днях Игорь Иванович Сечин доложил президенту нашей страны об открытии уникального месторождения в зоне моря Лаптевых. Поэтому мы понимаем, что на наш с вами век нефти хватит. Другое дело, что использовать это время надо, конечно, для развития других процессов. Ну, во-первых, мы у себя в Республике достаточно серьезно и предметно говорим о глубоких переделах. То есть о том, что есть все возможности для того, чтобы перерабатывать нефть до пятого-шестого передела, а не продавать ее сырой и потом покупать из-за рубежа уже после химических процессов. И второе. На самом деле, опять же, на Петербургском экономическом форуме Владимир Владимирович Путин достаточно четко обозначил, что всех нас ждет. Это, конечно, те новые цифровые технологии, которые, по сути, являются основой сегодня развития ведущих экономик мира. У нас отрадно, что началась такая системная работа для того, чтобы эти технологии, они притворились, чтобы то будущее, которое, на самом деле, очень быстро наступит, оно, на самом деле, было ориентировано не на какие-то сырьевые составляющие, а именно на продукцию, сделанную в результате инновационной деятельности. И, поверьте, вот малый бизнес, он в этом плане наиболее чувствительен к этим изменениям. Он, я не сомневаюсь, возглавит вот эти все инновации, и как раз от него, больше всего, мы ждем чудес и изменений к лучшему. Мне остается только вас поблагодарить за участие в нашей программе, и хочу отметить, что будем рады видеть вас вновь. Спасибо большое. Спасибо большое. О развитии малого и среднего предпринимательства на примере отдельно взятого региона мы говорили с президентом Союза, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан Азатом Фазлыевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова